Отчет о прозрачности и добропорядочности образования обнародовала Международная Организация экономического сотрудничества и развития. Большинство нарушений не публичные. Они стали обычной практикой для украинских школ и вузов, констатируют эксперты. В профильном министерстве говорят, после принятия закона об образовании финансовые расходы учебных заведений будут в открытом доступе. Когда исчезнут поборы в школах, пытались выяснить наши журналисты. Жизнь в этой киевской школе не замирает, несмотря на весенние каникулы. Педагоги ведут внеклассные занятия, работают и кружки. Только почти все они платные, жалуются родители. За одно занятие требует в среднем 15 долларов. Во многих школах кружки заявлены как бесплатные, но на самом деле все они платные и непонятно, куда идут эти деньги. Давно стали традиционными для украинских школ и благотворительные взносы. О суммах отчислений фонд-класса и школы родители узнают на собраниях. Если фонд-класса, понятно, куда идут деньги. Это организация детских праздников, подарки на праздники учителям. А фонд-школы – это хозяйственные потребности учреждения. На самом деле они финансируются из бюджета. В Киеве было выделено за два месяца 5,5 тысяч долларов на каждую школу. Но родителям об этом никто не говорит. Организация экономического сотрудничества и развития подготовила отчет о прозрачности и добропорядочности украинского образования. Работали на документах с 2015 года. Говорят, нарушений немало, но, как правило, их не придают огласке. Самые серьезные нарушения добропорядочности никогда не бывают публичными. Вы не увидите, чтобы за нарушителями выезжала полицейская машина, проходили судебные процессы. Это мелкие нарушения случаются ежедневно и становятся частью общепринятой практики. Немало из указанных в отчете проблем уже остались в прошлом, утверждают в Министерстве образования. А вопрос так называемых поборов обещают решить в ближайшее время. В проекте «Закон об образовании», который принят в первом чтении, мы прописали обязательную норму для каждого учебного заведения Украины публиковать на своих интернет-страницах четкие отчеты о доходах как из бюджетных источников, так и от родителей, и о расходах. Поэтому все станет прозрачным. Родители смогут контролировать и понимать, сколько денег это учебное заведение и на что именно получилось из бюджетов. Родители приветствуют инициативы профильного ведомства, но говорят, проблем хоть отбавляют. В прошлом году начали выкладывать в интернет все операции госучреждений. Но что делают управления образования? Они выкладывают все, но вместо того, чтобы указывать, в какую школу конкретно выделяются деньги, убрали этот пункт. Поэтому в Минобразовании должны проконтролировать, чтобы обнародованную в интернете информацию можно было использовать. В прошлом должно остаться и репетиторство. Министр считает недопустимой практику, когда родители платят педагогам за дополнительные занятия, поскольку те сознательно не излагают весь необходимый материал на уроках. Отказаться от этого учителей заставит повышение их социального статуса, надеется Лилия Гриневич и подчеркивает, зарплата педагога уже выросла на 50%. Ученик четвертого класса Артем к репетиторам пока не ходит, он доволен своими наставниками. Меня учат интересно и логично. Все предметы достаточно интересные. Я углубляю свои знания и часто применяю их в реальной жизни.